Студент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Амар Хусейн стал победителем в конкурсе «Доброволец года-2020» в номинации «Волонтер-медик года», а также в конкурсе «Добрый Татарстан-2020» в номинации «Доброволец года в сфере здравоохранения». Амар Хусейн поделился своей историей и рассказал, как он помогал больным в такое непростое время. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Если не мы, то кто? Считает Амар Хусейн, приехавший на учебу в Казань из Ирака. Еще будучи студентом четвертого курса, он не испугался трудностей и, не сомневаясь ни секунды, вызвался помогать больным в самый разгар пандемии. В течение трех месяцев, не поглодая рук, молодой врач боролся за каждую жизнь. Работа шла не только в стенах университетской клиники Казанского университета, но и в других медучреждениях города. Амар Хусейн стал волонтером, отработавшим наибольшее количество часов в красной зоне по Татарстану. Это сложно, реально сложно, нагрузка большая. И еще, когда ты понимаешь, что ты работаешь с пациентами, с больными, которые являются носителем ковида, и ты понимаешь, что ты тоже можешь переболеть, тут еще дополнительная нагрузка, давление. А так, это наша работа, наша профессия. Амар Хусейн уверен, самая большая награда за его работу – это выздоровление пациента. По словам студента, один из самых тяжелых случаев за его практику стал ежедневный выезд к семье, живущей в 22 километрах от Казани. Стала дождькой, с ней уже очень сложно было объяснить, что она должна верить. Она уже психологически переломила в нее, она должна верить в себя и должна принимать лекарства и лечение. Она не хотела это все, она отказала от всего вот этого. Я где-то один раз у нее было 3-4 часов, я и ее родственники тоже. Через дверь мы с ней разговаривали, объяснили, кто она начала принимать, и потом она выздоровляет. Несмотря на то, что работа в красной зоне завершилась, Амар Хусейн продолжает принимать вызовы и помогать больным, продолжая осуществлять мечту детства. В будущем молодой врач планирует стать хирургом. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова